Следующий вопрос. Если человек послал свою собаку, для того, чтобы она принесла ему добычу с разрешенной территории, но собака, то есть так как не умеет различать одну территорию от другой, так или нет, зашла на территорию запретную и оттуда уже принесла добычу. Сказал Ибн Кудама в своей книге «Аль-Мухни» То есть если такое произошло, но собака в свою очередь зашла все-таки на территорию запретную, и убила добычу какую-то другую, то человек не несет за это ответственности, то есть не несет искупительных действий. И это мнение Суфьяна Саури, имама Шафии, а также Ханафитов Абу Саура и Ибн Музира. Потому что он не послал свою собаку на что? На добычу, которая находится на запретной территории. Говорит. Но собака зашла туда что? По своему желанию, так или нет, на запретную территорию. Говорит. И это ситуация подобна такой ситуации, когда собака вообще без всякого приказа от человека сама отправилась охотиться, допустим, что и добыла какую-то охоту на запретной территории. В этом и в этом случае, что человек никакого искупительного действия и греха не несет. Вот это ясно или нет? Далее, следующий вопрос. Ситуация, когда собака вообще без всякого приказа от человека сама отправилась охотиться, допустим, что и добыла какую-то охоту на запретной территории. В этом и в этом случае, что человек никакого искупительного действия и греха не несет. Вот это ясно или нет? Далее, следующий вопрос. Не, не Свет. Вот это ясно или нет? Далее, следующий вопрос.